Анастасия Куклева Давно не были в музее и хотите приобщиться к культурной жизни, но не знаете, с чего начать? Тогда рекомендую вам посетить музей-усадьбу Бориса Мусатова. Там в эти дни работает удивительная выставка под названием «Погляденье увеселительное», на которой представлена большая коллекция потешных листов, а также сказочных, былинных и рыцарских лупков. Для тех, кто не знает или, может быть, забыл, напомню. Это такая гравюра – оттиск на бумаге с деревянного или металлического клише. Они были доходчивы по тексту и изображению, служили своего рода букварем, иллюстрированной газетой, иконой или учебником. Русские лыбочные картины осуждали разгул, пьянство, лень, неправедно нажитое богатство, критиковали жадных и тщеславных людей. Мне кажется, эти поучительные гравюры будут полезны посмотреть многим и сейчас. Коллекцию, представленную в музее, смело можно назвать уникальной, хотя бы потому, что ее экспонаты принадлежали основателю Радичевского музея – Алексею Петровичу Боголюбову и ее брату Николаю Петровичу. На каждом листе до сих пор сохранились их подписи. Не упустите возможность познакомиться с такими старинными экспонатами и перенестись в прошлое. Ведь машину времени вряд ли скоро изобретут, а выставка уже работает. Устали от города? Вам кажется, что везде были и все видели? Тогда предлагаю воспользоваться чудесными весенними денечками и отправиться всей семьей или большой компанией в Хвалынск и его окрестности. Например, в селе Поповка располагается уникальный музей – дом со львом. Сразу оговорюсь, с традиционными музеями дом ничего общего не имеет. С виду это обычная деревянная постройка позапрошлого века, которая чудом сохранилась до наших дней. Самое интересное, ради чего стоит приехать в Поповку, находится внутри дома. Это старообрядческая роспись. На одной стене крошечная фигурка женщины, которая поливает огромное растение, и святой Георгий с порхающим рядом херувимом. На другой в райских кущах затаился огнегривый лев, а на потолке изображен ангел в женском обличье. Прежние владельцы собирались снести здание и на его месте построить баню. Однако в процесс вовремя вмешались неравнодушные волонтеры. Они выкупили дом и решили сделать из него музей. Кстати, есть в этом музее и экскурсовод – местный житель Петр Мишанин. Он живет по соседству и знает все из истории этого дома. Петр – радушный хозяин и готов водить экскурсии в любое время. Поэтому, если у вас есть свободный день, обязательно посетите Поповку и познакомьтесь с ее достопримечательностью. Согласитесь, после работы нам совсем не хочется активного отдыха. Но и дома сидеть тоже большого желания у многих из нас нет. Поэтому будни идеально подходят для культурного просвещения. В ближайшие дни предлагаю отправиться в Театр юного зрителя. Там в этом году много интересных постановок. Одна из них – «Как Зоя гусей кормила». Это артхаусная постановка петербургского режиссера Андрея Гончарова. Пересказывать весь спектакль не буду, но вкратце расскажу. Это история о жизни столетней старухи Зои Марковной, которая живет со своим сыном лет 60 и все никак не может отойти в мир иной. Замученный капризами, прихотями и шантажом, сын, с одной стороны, ждет кончины матушки, отчитывая дни, которые она уже прожила сверх отмеренного ей врачами. А с другой трепетно боится этого, как маленький мальчик боится потерять маму в большой толпе. Зоя Марковна культивирует в нем чувство вины, постоянно причитая, как положила жизнь на воспитание сына. Одна без мужа в 40 лет убив себя как женщину и рано облысев. Судьба сына не лучше. Задавленной заботой матушки он так и не смог обзавестись своей семьей. Согласитесь, история типичнее некуда. Я таких примеров из жизни могу с десяток привести точно. Наверняка кто-то и из вас в этой личной истории увидит себя. Кто-то вспомнит сварливую свекровь, кто-то ушедшую бабушку, державшую своими припадками в тонусе все семейство, а кто-то задумается о том, как важно вовремя отпускать сыновей от материнской губки. Спектакль «Как Зоя кормила гусей» пройдет 7 апреля в 20.00 на сцене театра юного зрителя. Думаете, куда пойти вечером в четверг? Как вам идея отправиться на футбольный матч? Да-да, для тех, кто отстал от спортивной жизни, напоминаю. Сезон 2016 уже открылся. И 7 апреля в стадионе «Локомотив» футбольный клуб «Сокол» принимает команду «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Матч пройдет в рамках первенства футбольной национальной лиги. Кстати, «Сокол» в турнирной таблице занимает восьмую строчку, в отличие от противника, который на 10 позиций ниже. Но, несмотря на это, поддержка родной команде нужна. Поэтому занимайте места на трибуне, пишите плакаты, разучивайте речевки и болейте за белосиних. С вашей поддержкой команда точно одержит победу. Матч «Сокол-Зенит-2» пройдет 7 апреля на стадионе «Локомотив». И не забудьте прихватить теплые вещи. Вечером на стадионе может быть прохладно. Ну вот, пожалуй, и все самые заметные события этой недели. Надеюсь, вы уже собрали компанию единомышленников и выбрали мероприятие по душе. А я, в свою очередь, желаю вам отличного настроения и легкой рабочей недели. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!